Домашний поединок «Шинника» против московского «Спартака-2» пройдет без болельщиков. Такая новость, появившаяся накануне в ряде СМИ, в буквальном смысле шокировала поклонников «Черно-синих». Сообщалось, что на имя президента ФНЛ Игоря Ефремова пришло письмо из мэрии Ярославля с просьбой провести матч шестого турнира без зрителей, из-за неспособности обеспечить безопасность на стадионе. В дело вмешались и правоохранители, для которых приезд московских болельщиков всегда является головной болью. В итоге сегодня днем в Ярославле состоялось оперативное совещание с участием представителей РФС, ФНЛ, клуба «Шинник», мэрии Ярославля и полиции. В результате было принято решение все же допустить болельщиков на игру, но обеспечить стадион дополнительными рамками металлодетекторов. А вот откуда все же пришла инициатива провести поединок против «Спартака-2» без болельщиков, стороны, похоже, так и не сумели разобраться. У нас в чемпионате России есть ряд матчей, которые вызывают опасения из-за болельщиков, слишком активных болельщиков. Такие у нас три команды. Это «Зенит», который успешно прошел недавно этот матч, сейчас «Спартак» впереди шестого будет, и дальше ожидаем еще «Динамо». Мы с Валерием Петровичем разговаривали, когда с руководством «Шинника», говорили о том, что на эти ключевые матчи, где есть опасность беспорядков, проводить их без участия зрителей. На совете членов некоммерческого партнерства поднимался вопрос игры со «Спартаком». Я с самого начала заявил свою позицию, что играть нужно с болельщиками, потому что весь смысл футбола – это игра для болельщиков в первую очередь.